Дорогие собратья в епископском и священническом служении, сестры монахини, миряне, дорогая община, братья и сестры во Христе. На этом мариологическом конгрессе уже были доклады, свидетельства, проповеди. И эта моя проповедь будет, может, скорее таким размышлением, медитацией. В сегодняшнем Евангелии мы услышали красивый рассказ евангелиста Луки о благовечении, о воплощении. Размышляя над этой тайной, святой Игнатий Лайола предлагает вначале представить себе, как Пресвятая Троица взирала на мир, на рубеже Ветхого и Нового Завета. Представим и мы себе всех тех людей, населявших тогда землю, столь различных между собою, как своими одеждами, так и своим обликом. Одни белые, другие черные, одни в мире, другие в воинах, одни плачущие, другие смеющиеся, одни здоровые, другие больные, одни рыхдающиеся, другие умирающие и так далее. Представим себе, как три божественные лица взирают с престола своего величия на земное пространство и на все народы, пребывающие в глубоком ослеплении. Разросшееся потомство Адама, разделенное на множество рас и народов, развилось по лицу земли, враждуя, ссорясь и воюя между собою и стараясь покорить друг друга. Мир утопал в пороках и катился по наклонной плоскости к Аду, как далек он был от Бога повсюду, кроме маленького клочка земли в Палестине, видя с высоты своего престола всю пучину зла и скверны, в которых утопал человек, и вместо того, чтобы покарать его уничтожением или предоставить его самому себе, а значит, неизбежной гибели, триединый Бог почувствовал бесконечную жалость к Нему, милосердие к этой всеобщей ужасной слепоте и решил совершить искупление вода человеческого. Из трех божественных лиц совершить это вызвалось второе лицо, Бог-Сын, как апостол Павел цитирует в 40-й Псалон, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, Мой». Итак, когда настала полнота времени, послан был Архангел Гавриил к Деве Марии. Дорогие, точно так же Господь Бог, между прочим, взирает и сегодня на наш мир, Он видит нас, всех людей планеты, и все эти события, которые беспокоят или радуют нас, и Он видит и понимает все намного яснее и правильнее, чем мы. Мы и весь наш мир всегда был интересен Богу, и Он всегда смотрел и смотрит на нас уже в самый первый миг зарождения мира, его действенный, непассивный интерес сопровождал весь этап сотворения этого мира и сопровождает этот процесс до сих пор. Он, конечно же, внимательно следит и направляет усилия Папы Франциска о сохранении экологии нашей красивой голубой планеты. Он присутствует на встрече лидеров стран в Париже о той же проблеме и так далее, и так далее. Еще больше, еще внимательнее Господь смотрит на сердце каждого человека и заботится, и беспокоится о духовной экологии, о вечной жизни каждого из нас. Дорогие братья и сестры, какое это утешение для нас! Какая великая причина надеяться и уповать на Господа Бога всегда и везде, когда не страшны нам терроризм и войны, глобальные проблемы экологии и глобальный процесс стекуляризации, то есть обмещения, нам не страшна и наша собственная духовная слабость и немощь. Господь, всегда видящий нас, в нужный момент протянет нам спасающую руку, если мы призовем Его. Если нужно, Он вмешается и в законы природы и остановит человечество перед краем пропасти, как это и бывало не раз в истории человечества в последний век, это события, связанные с явлениями Фатимы. Итак, когда настала полнота времени, послан был архангелом Гавриил к Деве Марии. В Назарете, в прекрасной базилике Благовещении, в крипте, в алтаре, паломники могут прочитать слова «Hic verbum cao factum est» «Здесь слово стало плотью». В этом месте 2016 лет назад и явился архангел Гавриил при Святой Деве Марии. Здесь произошло воплощение или Благовещение. Это самое важное событие в истории человечества. Ангел Господень возвестил Марии, и она зачала от Духа Святого. «Вот я раба Господня, да будет мне по Слову Твоему, и Слово стало плотью и обитало с нами». Слово стало плотью не в светлое Рождество Христово, а девятью месяцами раньше на Благовещение. И возможным оно стало благодаря содействию смиренной и послушной рабы Господней Марии. Спустя 33 года Иисус Христос в Гефсиманском саду скажет «Отче, не как я хочу, но как Ты, да будет воля Твоя». Теперь же, произнося свое «Фиэт, да будет», Мария приняла активное участие в деле спасения человечества. Она стала в какой-то мере со Спасительницей мира. Спасение рода человеческого продолжается и по сей день и будет продолжаться до конца веков. Мы молимся в святой жертве, которая обновляется на наших алтарях ежедневно. «Смерть Твою возвещаем Господи и воскресенье Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего». Что было бы, если Пресвятая Дева Мария не произнесла бы своего «Фиэт»? Ответ очень прост. Боговоплощение 2016 лет назад не произошло бы. Конечно, всемогущий Бог нашел бы пути для осуществления своих планов, своего проведения, но когда это произошло бы? «На сто лет позже? На тысячу лет позже?» Может, мы и сегодня были бы еще не искуплены? Это, мне кажется, не пустое фантазирование и совсем реально возможное развитие событий. Мне приходится бывать за границей. Там я пробую привлечь внимание поместных церквей, внимание верующих на нашу ситуацию. И я иногда позволяю себе такой сильный прием своей проповеди. «Представьте себе, говорю я, что эта ваша красивая церковь была бы разрушена, были бы уничтожены все эти дорогие вашим верующим сердцам иконы, образа, алтари, и вы воскресенье не могли бы прийти сюда на святую месту. Представьте себе, что были бы разрушены и другие храмы вашего города, разрушены храмы в соседних городах и селах, были бы расстреляны и ваш настоятель, и другие священники. Ну, по поводу расстрела настоятеля я чаще всего воздерживаюсь. И потом, после некоторой паузы, я добавляю, вот это все произошло у нас в России после коммунистического переворота в 1917 году. Да, дорогие братья и сестры, что было бы с нами сегодня без этого фиат простой девушки из Палестины. И еще что-то другое. Господь Бог посылает и нам своих ангелов, вестников каждый день, но и в особые моменты нашей жизни. Например, момент призвания. духовного призвания или семейного призвания. И как мы реагируем на пришествие вестника Бога? Произносим ли мы как Мария наша фиат? Что было бы, если известные нам священники, сестры монахини, миряне не произнесли бы это фиат? что было бы, если моя мама не сказала бы фиат своему супруговскому призванию? Что было бы, если блаженная мать Тереза не сказала бы своего фиат? Если бы святой Иоанн Павел Второй не дал бы свое фиат? И опять думаю, это не пустой разговор. У нас в епархии много приходов, городов без священников, без сестер монахини. Кто-то когда-то, наверное, не сказал это слово фиат. Так много семей живут сегодня без веры, дети не воспитываются в любви к Богу и человеку. Кто-то когда-то не произнес свое фиат. Дорогие братья и сестры, сегодня в дни этого Мариологического Конгресса пофантазируем, помечтаем, поразмышляем, помедитируем, что будет с нами, с Церковью, с миром, когда мы научимся с Пресвятой Девой Марией произносить это такое короткое слово фиат. Аминь. 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 Аминь.